Праздничная атмосфера царит возле Дворца искусств. Первый пункт в программе конференции – демонстрация возможностей бобруйских учащихся. На 12 тематических площадках представлены уникальные проекты. Здесь можно изучить маршруты родного города с помощью робота, пройти тренинг по разумной сортировке мусора или заняться картингом. Каждый найдет занятие по душе. Мы представляем лего-класс и наш девиз – учимся играя. Потому что мы используем лего-конструирование не только во внеурочной деятельности, но и непосредственно на уроках. Если мы говорим о уроке математики, то это устный счет. Если мы говорим о уроке русского языка, то мы развиваем речь наших деток. Коллективы Росквита практически принимают участие во всех мероприятиях, как района, так и города. Ну и не побоюсь сказать, что и области, и республики. Мы являемся участниками и соревнований, и международного уровня. Поэтому достижения наших ребят сегодня активно представлены на выставочных наших зонах. Во Дворце искусств развернулась выставка лучших патриотических проектов. Интерактивная карта знакомит ребят со страницами военной истории родного края. Детское электронное приложение «Родима» – уникальная энциклопедия достопримечательностей Бобруйска, страницы которой пишут сами ребята. Квест-игра по местам боевой славы для самых маленьких. Всего и не перечесть. Сегодня Центром Дополнительного Образования на конференции представлены различные экспонаты, которые были изготовлены учащимися нашего центра. Мы представили экспонаты – это и макеты, и компьютерные игры, и летнее оздоровление, которое проводится в нашем центре. На базе войсковой части ПСК-27 создан клуб «Зубр», в котором 7 декабря прошлого года прошло обучение 25 детей. Из них 3 прошли испытания и поступили на факультет внутренних войск для дальнейшей службы во внутренних войсках. Основная задача этого клуба – это патриотическое воспитание защитников будущей Родины. В зале заслуженные учителя и молодые специалисты. На встречи подводят итоги предыдущего учебного года и ставят задачи на будущее. В этом за парты сядут более 24 тысяч учащихся, в их числе 2600 тех, для кого в День знаний прозвучит первый в жизни школьный звонок. Уважаемые педагоги, вы являетесь продолжителями традиции классической системы образования и вместе с тем новаторами, наставниками молодого поколения. На вас возложена ответственная миссия – обучить и воспитать настоящего гражданина нашей страны. Не обходится здесь и без благодарности. Грамоты и подарки передовикам образовательного цеха в городе всегда умели ценить педагогов. С главной сцены звучит спасибо всем специалистам. От Александра Студнева слова на путстве, эффектное шоу дарят творческие коллективы. В фокусе внимания каждый учитель – от молодого до ветерана. Достижение качества образования невозможно без проведения четкой кадровой политики. Сегодня многое зависит от педагога, от его заинтересованности в результатах своего труда, от уровня профессиональной компетентности, от желания работать в инновационном режиме. Школы Бобруйска в этом году пополнились 101 молодым специалистом. Среди них и Глеб Назаров. Окончил силфак БГУ. Парню всего 23, но он уже привык, что к нему обращаются по имени и отчеству. За годы учебы не раз проходил практику в минских школах. Но юноша точно знал – после получения диплома отправиться на свою малую родину – в Бобруйск. В третьей гимназии будет преподавать английский язык в третьих-четвертых классах. В первую очередь чувствую вдохновение. Мне хочется увидеть этих детей, познакомиться с ними, узнать их получше и приступить к процессу обучения. Заинтересовать их в этом предмете, которым я буду преподавать. Преподавание – очень важный процесс в нашем обществе. Это передавание опыта, передавание знаний детям. И мне хотелось бы поучаствовать в этом процессе и как-то обогатить знания детей. Все учреждения образования готовы к новому учебному году. Своевременно провели ремонты, для укрепления материально-технической базы закупили оборудование. Капитальная реновация коснулась первой, четвертой, шестой и двадцатой школ. Из городского бюджета выделили полтора миллиона рублей. Теперь все – и дети, и взрослые – в ожидании дня знаний. Татьяна Корбыч, Максим Галеонко, Бобруйск-360.